Мои твои родители. Еще раз добрый день. Меня зовут Денис Масович. Я представляю Гену Тавстан. Добро пожаловать в наше мероприятие. Какую тему путали? Всегда не мы понимаем. Пятый класс у вас, переход из начальной школы в среднюю школу. Как прошло для ваших детей? Сложно. Сложно? Для всех сложно. У вас с дочкой все? Дочкой. Хорошо. Что-то изменилось? Что-то заметили? Мы вас не верим. Как раз его захотят. Женщина обучается. Мы общаемся с друзьями. Мы с семьей с семьей. Мы с семьей с семьей с семьей. Мы с друзьями. Спасибо. А вы? Для вас это было сложно. Учительница, она будет. Два маленькая подруга. А тут разные учителя, разные кабинеты, все святые. Он и тот же. Я думаю, там ключевая позиция для, наверное, для детей. Очень близкая проблема. Когда вот у них такая, можно сказать, мамочка, вы правильно связали мнение в одном лице, переходя в среднюю школу, уже получается столько информации. Даже, наверное, сами родители, они сразу запомнят всех учителей, да? Больше десяти предметов. Даже запомню, очень сложно представлять. То есть попробуем понять наших детей в такую ситуацию. Во-первых, увеличить количество учителей, как вы правильно заметили. Что еще изменилось? Отгрузка соответствий, да? Мировые и временные. Требования какие-то должны? Нет, нет. Предметы новые. Ответственность. Ответственность. Совсем другая, то есть уже получается, да? Хорошо. И вот у вас сцены тоже? Сцены. Ваш сцены. Очень интересно узнать. Вы как переживаете в первых? У нас, во-первых, взаимные. Мы не просто в этой классе. Есть новая школа. То есть четыре года через одну школу. И как бы сейчас много ребятам. Мы учтем, много предметы, много русских. Это очень сложно. А с ребятами нашим какой-то общий взял? То есть он с вами делится, развязывая. А он очень хорошо. Одинокий город. У вас сына, дочка? Дочь. Как у вас дочек работает? Плавно. Плавно? То есть достаточно спокойная, да? Она сама по себе такая спокойная. Как и было с тобой. Как по успеваемости есть какие-то? Угу. Проблемы, недочерканы? Нет? Или еще оценить постоянно? Нет. Хорошо. Вообще, по общим каким-то впечатлениям, что можете сказать по детям? Дети возрослели. Возрослели. То есть все-таки заметно, да? Конечно. Секреты есть? Ты видел секреты? Очень много. То есть уходят в комнату, прячут вещи какие-то. Ну, как-то разговаривают. Не вижу. Нет, но секреты не приманут. Уже не приманут. Да, не приманут. Да, не приманут. Она уходит в эту комнату. Да. Две уличные. Сголовьем в одном теле. Понятно. Долго? Ну, долго. Согласен. Здравствуйте. Понятно. У вас не просто. Ну, тоже уйдет же, да, варит, как и секрет девичка. Угу. Хорошо. Ну, в итоге вы ее на разговор уводите, она нас понимает. Ну, конечно, нет. Мы надеемся, конечно. Все рассказывают. Пока... Мы тоже с тобой можем сказать, что мы уже хорошим, мы еще дожимы дайвы. Оксану Николаевну. Можно еще рассказать. Мы тоже с тобой можем сказать. Мы с тобой можем сказать. Потерпфолога, чтобы мама не слышала, что-то там пишет. Ну, так тоже. Нечте уже дается. И так делится все. Так делится. То есть на этом этапе пока еще... Все. Пока дарили. Пока дарили. Мамы еще факты дарили. Ну, вот. Угу. Вот вы как маняетесь? Ну, у нас как-то такие доверительные дошли. То есть изначально построили все доверительные дошли. Да. Потому что даже на парочку. То есть позиционируете на доверие, да? Да. Я ей рассказываю, что ты своему детской жизни, а вот так по себе. А для вас какие-то примеры сейчас же сделают, почему-то больше дошли. То есть она кому-то советует, когда обращаются? От адвектору. Ваши. Все то же самое. Все то же самое. Все то же самое. У нас пока разговаривать на дверь не закрывает. У меня нет. У меня нет. У меня дверь не закрывает. То есть я могу не так спросить, там, спросить, с кем-то разговаривать, что он все расскажет, с кем, о чем. А в школьной у себя как чувствует? Ваша? Ну, у нас придурок класса. Дружный класс. Дружный класс. Вы всем классом перешли? Да. Очень хорошо. Начальник первый класс. Как у нас поставились? У них нет расстрелений. Мальчик девочек, а они все вместе получат. Очень хорошо. Такой вопрос вот. Когда переход вот этот, да, именно в плане самоорганизации, в плане уступаемости, вы пока не замечаете какие-то изменения? То есть они справляются вот с этой нагрузкой, которую мы огласили в самом начале? Расправляются с трудом, конечно. С трудом, ваша роль здесь какая в этой помощи? То есть они очень самостоятельные или вы наоборот им помогаете в этом вопросе? Ну да, конечно. У меня дочка, данная, в частности, что я сейчас сделаю еще старство, в старстве сделаю, в ней мы конечно не получили отчетную принц. Но она тоже должна быть отличаться с ней. Мы помогаем вам уже, а это все самоооборот, помогаем как раз как раз в этом возрасте надо же формируется какой-то я считаю то есть они я считаю еще еще шоу внимание вы даже пусть для них не совсем я вот контроль в виде доверительных отношений у вас есть своя я очень рада что вы сегодня ваше время прийти вы вообще после работы много времени остается на то что вы с этими общаться немного хотелось бы больше для этого есть выходные очень хорошие позиции друзей вы берете там встречаются да там встречаются не только что по-моему сыграть в хоккей а ты постоянно с собой играть у него в спорте нет? в хоккей нет нет еще а собирается? ну нет потому что это надо есть да? он постоянно берешься но просто не как-то прорезать все уже вообще палку считаешь? я имею в виду именно в хоккей в хоккей выходные? хорошо а как как проводят папу? у него с вами в плане? наш папа вчера что-то шли там тревога, они спробы, там что-то привели какие-то украшения совместные труды? да, совместные труды и, конечно, шашки вчера но выходные факт активная жизнь, активная позиция хорошо а? в свободное время в свободное время хорошо ну я бы хотел еще достаточно то есть такой переход и пока все гладко и я думаю вам сказали руководители в том числе ну вот, например, если представить у ребенка всякие ситуации бывают ребенок может, например, отрезка смены обстановки например, как в вашем случае при резкой смене он может прийти к какой-то в каком-то результату в виде испуганных да? и в данном случае я все-таки попробую нарисовать в такой смеси ребенок испугался это как может отразиться на его поведении? то есть как это можно узнать? потому что он замкнется то есть замкнется, да? замкнется еще в чем-то может выразиться этот испуг нет желания идти в школу то есть не желает в школу не желает идти я так оставлю и какое решение может здесь родитель для себя придумать? что может сделать родитель? как ему нужно помочь в этом случае? разобраться то есть пытаться разобраться почему? разобраться, помочь, да? хорошо еще тут такой момент есть например, когда ребенок он же сейчас постоянно классы меняет и постоянно учтение меняет вот на один урок он пришел учитель литературы и он там королевичем стал то есть ответил получил пятерку и тут приходит на математику и вот не сделал, например, домашнее задание получает два соответственно очень резкая смена и вплоть до того, что самооценка, да? начинают у ребенка в лет потому что у них они в этом возрасте требуют положительной оценки своей личности они формируются как личность и в данном случае это все проблемы с самооценкой во что это может вылиться именно в плане поведения? то есть как ребенок может себя вести? может нервничать то есть на поведение может отражаться, да? раздражение на поведение раздражение хорошо в данном случае как ребенок помочь? что может в данном случае объясните а еще это же самооценка он же хорошей чем был а как? хванить 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 не только не только что-то добавим если проблема в том, что у него учеба это домашнее задание то на самом деле родители как бы должны проработать этот вариант а почему он не сделал потому что опять разобраться родители может помочь помочь хорошо а вот так поймем а если у него самоорганизация проблемы ну например опять же возвращаясь к тому вот к этому переходу достаточно ну я все-таки нельзя сказать проблематичные нельзя сказать тяжелые ну неоднозначный переход от одной мамы как вы сказали нянечки к многим учителям то есть могут возникнуть проблемы именно с самоорганизацией например перепутать кабинет да не взять учебник или забыть портфель там что-то еще то есть есть и проблема с самоорганизацией опять же во что может выйти на успеваем да может отразиться нежелание то есть также может нежелание да просто не убиваться если что-то не получается значит не хочется не хочется хорошо а опять же второй родитель В данном случае. Главное, очень быстро рефоризованно. Вообще. Я объяснила, что он уже стал взрослее, и как-то надо стараться себя организовать, потому что учителя сложности, у вас много, а если каждый забыватель или что-то, он просто не состоялся. Здесь надо просто помочь с ребенком. Проработать с ребенком? Попробуйте вчерами потратить время, помочь еще раз. Фактически все эти проблемы, они же тогда указываются во шоке. С ними надо общаться постоянно. В курсе всех, наверное, проблемы. Даже когда мы про секретничество говорим, то есть пошептаться с ними, вплоть до того, чтобы укладывать спать. Я думаю, еще в таком возрасте они требуют какой-то ласки. Спокойной ночи вам поговорим. Спокойной ночи. Хотя, ну буквально присесть. У меня братишка седьмого класса сказки слушал от мамы. Посекречился от мамы. То есть все это переходит через общение. Да? Да. Общение на чем оно должно быть построено? На доверие. На доверие. Еще. Мы должны оценивать самого ребенка или оценивать поступки ребенка. На сложившую ситуацию. На сложившую ситуацию все-таки разбирать, да? Коротко напишу, оценивать поступки. То есть должна быть безусловная любовь. То есть я люблю своего ребенка. Я ему помогаю, я его несу. Вот эта любовь для наших детей является ресурсом, которая помогает им как раз таки преодолевать все проблемы, которые мы здесь описали. И преодолевать, идти дальше, быть лучше. И когда они чувствуют, даже, например, сидя на уроке, что вот у него есть мама, у него есть папа, вот это такое тылы, да, теплое, для них, конечно, это является определенным ресурсом. И вот я бы хотел вам все-таки показать, насколько это важно. Мама. Чуть-чуть. Ваша еда всегда самая вкусная, без исключений. Вы переживаете, когда мы лучшие, и когда лучшие не мы. Поэтому вы нас выручаете в трудную минуту, или просто радуете, а мы выручаем вас. Иногда вы ближе всей стране, или какому-нибудь другому ребенку. Для вас нет чужих детей. И даже если мы теряемся, вы нас все равно находите. Хотя нас это никак не оправдывает. Спасибо. Так что я бы хотел, чтобы вы всегда знали, что это понимание, конечно, дорогого стоит. И когда у ребенка есть человек, кому он не всегда обратится, который его обязательно выслушает и обязательно даст ему хороший совет, естественно, это очень положительно связывается. И я бы хотел поднести определенные итоги на данный случай. Конечно, добавить, наверное, уже нечего. Уже все писали, да, сами. Как в такой ситуации поступать и какое решение принимать. Поэтому я напоследок хотела бы дать пометку, которая достаточно точно описывает различные ситуации поведения детей, которые разработаны психологами, к которым вы всегда сможете связываться. Спасибо. 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 Спасибо большое.